Друзья, всем привет! Этим видео я начинаю серию уроков, посвященные джазовой импровизации, применительно к трубе. Хотя, конечно, это очень некорректно, потому что джазовая импровизация, это все-таки джазовая импровизация в любом смысле, на любом инструменте. И практически все инструменты, которые есть в мире, могут быть использованы в качестве инструмента для джазовой импровизации. Но поскольку я в основном играю на трубе, я буду рассказывать о каких-то упражнениях, которые в большей степени применительно к трубе. О фразеологии джазовой импровизации на трубе, о стилистических особенностях, техниках языка, ну и о всяких таких вещах, которые применительно в большей степени к трубе. И хочу начать вот с чего. Давайте представим себе, что джазовая импровизация – это некий иностранный язык, не ваш родной, которым вы не владеете, и вы хотите его изучить в совершенстве. И научиться писать на нем стихи. Вот если так подходить к этой концепции, то получается, что для того, чтобы вам выучить незнакомый для вас язык, вам нужно для начала выучить алфавит, потом выучить некоторые слова, особенности построения предложений, правила грамматики, пунктуацию, после этого выучить много-много-много стихов и уже, используя какие-то шаблоны, попытаться придумать свои. Вот можно относиться к джазовой импровизации именно так. То есть для начала вам нужно просто овладеть элементарными правилами и законами этого языка. И поэтому, на мой взгляд, фраза «я художник, я так вижу и играю, как хочу», она немножко неуместна в этом смысле, потому что вы, может быть, так и видите, и, может быть, вы и хотите так играть, и, скорее всего, ваша импровизация гениальна, как обычно, но те люди, которые вас будут слушать, вас просто не поймут, потому что вы говорите какую-то билиберду на непонятном людям языке. Поэтому для начала, все-таки, для начала нужно овладеть базовыми основами языка. языка, алфавит, слова, построение предложений и так далее. Все это можно перевести на джазовую тематику, и тогда разговоры о необходимости снимать соло, учить соло ваших любимых музыкантов, они становятся просто неуместным. Это необходимо делать, если вы хотите научиться разговаривать на чужом для вас языке. Вам необходимо учить стихи. Вот с этого, собственно говоря, мы и начнем. С самых азов. Первое, что необходимо сделать, это, конечно же, изучить все гаммы, чтобы у вас не было проблем с аппликатурой. И труба в этом смысле не очень простой инструмент, и поэтому работа над гаммами – это основная задача начинающего музыканта, начинающего импровизатора. Как вы помните, в одном из уроков, посвященный джазовым штрихам, мы разбирали с вами язык дадл. Дадл, 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 дадл. Вот я предлагаю вам поиграть гаммы, используя этот язык. Я делаю это таким образом. Берем фразировку дадл по два. Дадл, 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 дадл. И меняем ее местами. Лдадл, дадл, 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 дадл. И обычная септовая гамма по полутонам вверх играется в следующем образом. Конечно же, необходимо это играть на весь диапазон инструмента, который у вас в данный момент получается. Очень важно это играть с метрономом, постоянно увеличивая темп и доходя до предела, который у вас в данный момент предел. И постоянно увеличивать скорость игры этих гамм. Потому что это в дальнейшем будет вашей техникой неподражаемой. Следующее упражнение на триольную пульсацию. Здесь два варианта штрихов. Либо акцент на первую, либо акцент на третью триольную, восьмую. Звучит это следующим образом. На трубе это будет звучать так. Опять же на весь диапазон инструмента и под метроном. Еще один вариант – это фразировка по четыре. Беструбейта звучит так. Дад-д-ла-да-да-д-ла-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А как вы слышите, здесь акцент на четвертую ноту. Ну и с метрономчиком доводите до того темпа, который для вас сейчас максимальный. Как можно быстрее. Как-то так. Как-то так. Следующий вариант – это фразировка по пять. Беструбейта звучит так. Дад-ло-одл. Движение языка на вторую О немножко вниз. Дад-ло-одл. 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 Опять же, надо отрабатывать во всем диапазоне и с метрономчиком. Ну и фразировка по шесть её можно играть двумя способами. Либо фразировать по два, либо фразировать по три. То есть, либо дад-л-дад-л-дад-да-дад. Либо Показываем. Это по два, либо по три. Ну и, соответственно, Как обычно, все гаммы во всем диапазоне инструмента и с метрономчиком. Я уже говорил о необходимости снимать и учить снятые соло. Обязательно нужно выбрать вашего любимого музыканта, которому вы будете подражать на первом этапе своего развития, на первом этапе развития импровизации. Вам необходимо выбрать какого-то музыканта, которому вы будете подражать и снимать его соло, учить его соло во всех тональностях. Это необходимо. Необходимо анализировать соло, что и почему и как он играет. Анализировать соло с точки зрения, как оно строится по смыслу вообще всего соло. Анализировать, как он обыгрывает стандартные обороты гармонические, вторые, пятые, первые, еще какие-то обороты. Потому что в принципе в джазовых стандартах очень много повторяющихся оборотов и всегда можно использовать какие-то фразы. Поэтому необходимо учить на эти обороты, необходимо накопить багаж фраз. И в заключении давайте рассмотрим варианты гамм, которые можно использовать в этих упражнениях. Первое это обычный мажор, который можно использовать на аккорд мэйдж. До мэйдж в данном случае. До септ. До минор мэйдж. Уменьшенная гамма, как вы знаете, их всего три. От до, от до диеза и от ре. До септ. До септ. До септ. И от ре. И увеличенная гамма. Их всего две. От до и от до диеза. Вот эти гаммы можно использовать для отработки этих штрихов, использовать в этих упражнениях. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!